Здравствуйте! В эфире телеканала CBC специальный выпуск. Меня зовут Елена Косолапова. В этом выпуске мы будем говорить о планироваемом повышении зарплат медицинских работников в Азербайджане. На видеосвязи со мной сейчас находится Сабина Гулиева. Она начальник отдела правил технической медицинской экспертизы Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию. Сабина Ханом, здравствуйте! Большое спасибо, что к нам присоединились. Добрый день! Здравствуйте! Итак, Сабина Ханом, на днях было анонсировано повышение зарплат медицинских работников. Расскажите, пожалуйста, кого затронет это повышение, какие категории врачей, какие категории медицинских работников в целом, вообще сколько человек затронет? Да, совершенно верно было отмечено, что недавно было председателем правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, господином Завром Алиевым, было анонсировано повышение заработных плат медицинских работников, служащих в государственных медицинских учреждениях, подведомственных табибов. Данные изменения заработной платы затронут более, значит, около 31 специальность врачей, и данные специальности предусматривают повышение заработных плат как минимум в пределах, и доведение заработной платы как минимум до 1000 манат после вычета всех обязательных исчислений. Какие категории врачей это затронут? Более подробную детальную информацию можно получить на социальных аккаунтах государственного агентства, также на официальном сайте. Я попытаюсь сейчас кратко охарактеризовать эти две категории врачей. Значит, определенная категория врачей, которая по 17 специальностям, эта категория получит повышение заработной платы в двукратном размере, и заработная плата затронут в двукратном размере повышения. Остальная категория 14 специальностей повышение заработной платы будет осуществляться в пределах 20-90%. Соответственно, в общей сложности изменения затронут около 8 тысяч работников государственного медицинского сферы обслуживания, медицинского страхования. Вот таким образом можно вкратце обрисовать основной спектр изменений, который предусматривается по изменениям стабильных ставок к заработной плате. То есть, хочу отметить, что агентства также систематически проводят не только изменения и поправки к правилам оплаты условий труда сотрудников государственных медицинских учреждений на стабильной основе, но также производятся дополнительные выплаты в качестве бонусов и премиальных начислений ежемесячно, в зависимости от деятельности, естественно, что каждого врача. Сабина Ханом, насколько я вас поняла, это повышение касается только работников, работающих в государственных структурах, в частных клиниках это не касается. Да, совершенно верно. Как вы знаете, обязательное медицинское страхование осуществляется на территории страны, в пределах пакета обязательного медицинского страхования, в основном государственными медицинскими учреждениями под ведомственным ТАБИБу. Но в том числе, естественно, что агентство имеет ряд соглашений, договоров и с частным сектором, это более 45 на данном этапе договоров с частным сектором медицинских услуг, но данные поправки к правилам оплаты труда, они, естественно, что имеют отношение только к государственным секторам. Сабина Ханом, а когда работники медицинской сферы уже увидят прибавку в кошельке? Это будет со следующего месяца? Давайте скажем так, данные поправки, пакет предложений, он уже отослан в соответствующие государственные структуры, и в случае, скажем, подтверждения данного пакета предложений, планируется, что данные изменения вступят в силу, начиная с июня текущего года. Сабина Ханом, а какие еще меры планируются для повышения благосостояния медицинских работников? Например, вот я знаю, что обсуждалась возможность предоставления льготной ипотеки для врачей. Совершенно верно, вы подчеркнули, да. Скажем так, обязательно медицинское страхование в сферу деятельности нашего агентства входит не только в расширение спектра медицинских услуг, а также предоставление качественных медицинских услуг населению страны, но в том числе, естественно, что основной деятельностью и одной из стратегических направлений деятельности агентства является также улучшение материального и социального благосостояния медицинских работников. В первую очередь, естественно, что это затронет медицинских работников государственного сектора, служащих в государственных медицинских учреждениях. Данный пакет предложений разработан государственным агентством, и данный пакет предложений предусматривает включение медицинского персонала, который работает в государственных медицинских учреждениях, в список лиц, которые могут воспользоваться льготными ипотечными условиями кредитования, а также получения социального жилья. То есть какие же категории медицинских работников смогут воспользоваться данным пакетом льготных услуг? Это две категории. В основном это молодые семьи. Если часть молодой семьи является работником, медицинским персоналом государства медицинского учреждения под ведомством ТАБИБУ, то данный работник имеет право обратиться для использования данного пакета льготных услуг, но с условием того, что он проработал не менее трех лет в государственном секторе. Остальная категория лиц, они также могут воспользоваться данными услугами только в том случае, если член семьи проработал в государственном секторе здравоохранения не менее 15 лет. То есть для молодых семей имеются более выгодные предложения для получения льготного, ипотечного и социального жилья. Сабина Ханум, а вот вы упомянули то, что члены молодых семей должны проработать минимум три года. А кто входит в это понятие члены молодых семей? Насколько я знаю, это лица до 35 лет. Я права? Да, в основном более детальную информацию мы сможем получить после подтверждения данного пакета и согласования с определенными государственными структурами. Может быть, туда будут внести определенные коррективы. Поэтому, наверное, стоит дождаться принятия данного пакета и потом более детально обсудить. То есть какая возрастная категория, при каких условиях, и более детально мы анонсируем данные изменения в ближайшем будущем. Ну, насколько я понимаю, это пока на уровне предложений. Я имею в виду касательно ипотеки. То есть это рассматривается, должно быть принято. Да, 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 совершенно верно. Государственное агентство уже отправило данный пакет предложений на рассмотрение государственной структуры. Как только он найдет свое подтверждение, мы об этом дополнительно сообщим в социальных аккаунтах и ресурсах. Сабина Ханна, ну и, наверное, последний вопрос у меня будет. Как вот эти меры и повышение зарплат, и какие-то другие льготные поддержки способствуют развитию медицинской сферы в Азербайджане и привлечению талантливых ресурсов в эту сферу? Совершенно верно. Вы отметили, что комплекс этих мероприятий, которые проводит агентство, оно, в принципе, направлено на улучшение здравоохранения. Если мы обратимся, скажем так, к истокам, к глобальным целям обязательного медицинского страхования, да, то есть цели обязательного медицинского страхования заключаются в усовершенствовании методов существующего финансирования здравоохранения и тем самым увеличить качество и доступность данных медицинских услуг всему населению, всем страховым лицам нашей страны. Соответственно, если мы улучшаем материальное и финансовое состояние, социальное благосостояние врачей и медицинского персонала, мы, соответственно, увеличиваем количество и качество этих услуг и возможность предоставления данных услуг в различных регионах страны. Я, например, могу привести один из примеров, скажем, такой сферы деятельности, который является одним из стратегических направлений агентства, это привлечение молодых и талантливых кадров, ресурсов в государственный медицинский сектор. Например, в 2022-2023 год был разработан такой проект, программа по ликвидации, значит, дефицита квалифицированного персонала в государственных медицинских учреждениях. Основная суть данного проекта, программа состояла в том, чтобы привлекать молодые кадры, которые получили образование за границей, в частности, в Турецкой Республике, в Соединенных Штатах Америки, в странах Европейского Союза, привлечение этих кадров на достаточно хороших условиях в государственные медицинские учреждения. Соответственно, таким образом мы получаем, скажем, квалифицированный персонал, мы ликвидируем нехватку персонала в государственных медицинских секторах, в частности, в регионах, а население получает достаточно квалифицированный и доступный медицинский сервис. Спасибо большое, Сабина Ханум, что присоединились, к нам ответили на вопросы. Напомню, что в эфире был специальный выпуск. На видеосвязи со мной была Сабина Гулиева, начальник отдела правил технической медицинской экспертизы Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию. Она нам рассказала о планируемом повышении зарплат врачей в Азербайджане. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на CBC. Субтитры создавал DimaTorzok